Продолжаем служить. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие предыдущие, мы читаем Шичай Таня Чиритамиту, Матта Лила, глава 19. Шичай Таня Мага Прабуду оставляет Шилу Богославами, текст 160. Если не научиться отличать Лиану Бхакти от других растений, то орошение ее не принесет пользы, поскольку сорняки разрастутся и задушат ее. В комментарии его божественной милости Абхайчара Нарибинда Прабхимирана Свами Шлабаупады. Если при повторении мантры Харе Кришна не избегать расколблений, то начнут расти сорняки. Мантры Харе Кришна не следует использовать с целью получения материальной выгоды. В стихе 159 сказано «Нишид Хачаря Кутинати Джива Химсана Лаппа Пуджа Патиш Тадри Ята Упаша Кагана». Сорняки порочных желаний подробно описал Шила Бхакстан Сарасвати Тхакур. По его словам, в том, кто слушает и повторяет святое имя, не стараясь избегать при этом оскорблений, развивается материальная привязанность с чувственным наслаждением. Может также возникнуть желание освободиться из материального плена, чего также жаждут майаваде или же обрести йога-ситхи, поражающие воображение йогические способности. Человека, пленившегося материальными чудесами, называют ситтилопи, жаждущим материального совершенства. Другие из-за оскорблений становятся лицемерами или начинают искать женского общества, чтобы вступить с ними в недозволенные половые отношения. Есть те, кто начинает заниматься предным служением на показ, как это делают пракриты Сахаджи, и те, кто старается придать веса своей философии, примкнув к какой-либо касте или заявив о своей принадлежности к знатному роду и претендует таким образом на исключительное духовное положение. Так, опираясь на семейные традиции, некоторые становятся псевдо-гуру или леже-учителями. Кто-то может пристраститься к четырем видам греха, недозволенным половым отношениям, употреблению одурманивающих средств азартным играм, мясоедению, или же начать считать, что вайшнав принадлежит к определенной касте или общине. Подобные люди рассуждают так. Это вайшнав индус, а это европеец. Вайшнава в европейце пускать в храм нельзя. Иными словами, некоторые оценивают вайшнава по его происхождению, одного считая браманом, другого шудрой, третьего млечкой и так далее. Кроме того, у человека может возникнуть соблазн использовать мантру, Хари Кришна, или Шимад-Бхагаватам, как источник заработка, или же соблазн незаконным способом поправить свое финансовое положение. Человек также может превратиться в псевдо-вайшнавы ради дешевой славы, среди обывателей повторять святое имя в уединении. Есть и такие, кто добиваются подсчета, идя с непреданными на компромисс в вопросах, касающихся философии или духовной жизни. Кто-то становится сторонником кастовой системы, в которой положение людей определяется их происхождением. Все это ловушки на духовном пути и разные проявления желания, чувственных наслаждений. Думая лишь о том, как бы обмануть простодушных людей, и такой человек может выдавать себя за очень духовного и заслужить репутацию садху, махатмы или праведника. Однако все это указывает только на то, что неудавшийся преданный пал жертвы и сорняков порока, задушивших в его сердце льяну преданности бхакти-лату. Ома-гьяна-тимиранда-сягьяна-нджана шилака-я-чакшу-малита-мина-тасмаши бурабе-намагам нама-вишну-гадарак Кришна-прешна-бута-бута-шина-ты-бхак-ти-ведан-тасам-мите-намне Намасте, садас-ваби-дири-гал-наба-ни-вича-риня-ни-виш-э-ши-ши-ши-ни-наба-ди-паш-чата-паш-чата-паш-таринь-нам Итак, беседа продолжается. Господь Шича-итане-мах-рабо наставляет Шивала-богосламе дальше. И в предыдущем стихе было сказано, что льяна бхакти, когда растет, и человек орошает водой, шраваном киртаном, сорняки тоже растут рядом, и порой сорняки не такие похожи на льяну бхакти, что не отличить. То есть человек путает, он думает, занимается бхакти, даже некоторые могут думать, он чистый, преданный, чистый бхакти, но на самом деле можно просто растить сорняки, а не саму льяну бхакти и не понимать это. Шивала-богосламе сказал в прошлом стихе в комментариях, что чистый преданный может заметить эту разницу. Поэтому, если человек сам уже чистый, преданный, он может заметить эту разницу и избегать. Не только заметить, а избегать. Поливать сорняки, а сорняки просто выпало, чтобы они не мешали. А если человек не чистый, преданный, что ему нужно делать? Он должен принять прибежище чистых, преданных, чтобы они защитили. И поэтому, ну это модное сейчас наставничество, на самом деле принимают разные формы. Наставничество для того, чтобы человека защищать. Это очень важный момент. И здесь Шива Прапада сразу в комментариях сказал, что Харе Кришна, Махаманту, если человек повторяет, но не хочет избегать оскорблений, то начнут расти сорняки. Мантру Харе Кришны не следует использовать с целью получения материальной выгоды. И Шива Прапада сразу приводит стих 159, который был вчера, где Господь Швейчаритания говорит, указывает, перечисляет некоторые сорняки у Пашакхи. Сорняки порочных желаний подробно описал Шилобакстан, старосватит таку, пишет Шилобра Прапада. И поэтому в том, кто слушает и повторяет Святое Имя, не стараясь избежать при этом оскорблений, развивается материальная привязанность с чувственным наслаждением. Ну и когда человек принимает старших преданных как наставников или принимает чистых преданных, чистые преданные могут быть наставниками, а могут не быть, могут быть гуру, а могут и не быть, просто быть чистыми преданными, но не не служить как гуру, ни шикша, ни дикша, просто быть чистыми преданными. И если человек принимает прибежище, уважает и спрашивает, как защититься от этих проблем, от сорняков, и вообще есть ли у него проблемы и сорняки. Иногда некоторые люди практикуют и думают, что все хорошо, но есть искренние души, которые говорят, если что-то вы заметите, старшим преданным говорят, которые я не замечаю, пожалуйста, поправляйте и помогите, чтобы я как бы не запутался где-то и не понял, что я в запутанном состоянии. Есть такие искренние души. И фактически вот кто повторяет и слушает святое имя, не стараясь избегать при этом оскорблений и шишелепропада. В нем развивается материальная привязанность с чувственным наслаждением. Почему? Потому что оскорбления они дают кальюги, дают полное зеленый свет, полный зеленый свет, полное право нападать на нас не меньше, может быть, иногда еще больше, потому что оскорбления, они тоже несут какие-то реакции. А реакция это возбуждение материальных желаний. И чего также жаждут Майабаде, пишет Шилапрапада. Или же человек думает, как обрести йога, ситхи, поражающие воображения ягидские способности. Например, один из моих духовных братьев часто мне говорит, ты помни, гуру это большой мистик. Постоянно он говорит о мистике, о каких-то вещах, которые не акцентировал Шилапрапада. Ему это интересно, в принципе, это его предпочтение. Но когда он хочет йога, ситхи или мистику увидеть, он пленяется материальными чудесами Шилапрападга. Человек, который пленился материальными чудесами, его называют ситхи-лоби, жаждущим материального совершенства. И это тоже оскорбление. Другие за оскорбление становятся лицемерами или начинают искать женского общества, чтобы вступить в недозволенные половые отношения. Это тоже фактически очень большой сорняк. Сорняк растет. Есть те, кто начинает заниматься предным служением на показ, как это делает Праклито Сахаджи. То есть идет куда-то, обязательно ищет место, где он может кому-то показать. Тот, кто, например, в уединении служит, ему нечего кому-то показать, потому что он избегает общения, чтобы на показ выставить свое предное служение. А есть Праклито Сахаджи, которые любят показать людям. Я видел, например, приходит в храм Кришна Баларам Мандир Праклито Сахаджи, нарисовали на себя все цвета, как Кришна танцует, изображает себя Кришну, который танцует с группой и так далее. Но они отдельно не танцуют у себя. Им нужно показать, поэтому они приходят в храме танцуют, чтобы все видели, что я уже достиг того, что я сам уже Бог. Или Гопи, или Бог. Я просто уже в духовных играх. И есть те, кто старается предать вес своей философии, пишет Шелопропада, пленкнув в какой-либо касте или заявил о своей принадлежности к знатному роду и претендует таким образом на исключительное духовное положение. Но в основном в Индии есть такие люди, которые говорят, мы с такой-то вамши, нитянанда вамши или другие семьи. Мы как бы наследники. Наследники мухари-гукты или наследники того-то. Ну, среди них могут быть и искренние личности, которые по-настоящему наследники нитянанда вамши или мухари-гукты или кого-то другого или посудного даты спутников Господа Шичарь-танима Прабуно. Но могут быть и такие, которые просто хотят это использовать, чтобы быть знаменитыми. И так, опираясь на семейные традиции, пишет Шила Прабхапада, некоторые становятся псевдо-гуру или ложеучителями. То есть у него нет квалификации быть гуру, но он как бы хочет этим ремеслом заниматься. Некоторые даже создают свои сандрады и говорят, ну вот я, ну я тоже спутник Господа Шичарь-танима Прабхапада. Зачем Шиле Прабхападе поклоняться или кому-то я отдельно могу как бы относиться с Богом, с любовью и все хорошо. Есть такие ребята тоже сами себя гуру назначают и инициации дают и так далее. Настолько сильно вот это оскорбление святого имени, настолько оно реакции дает большие, что люди вот просто с ума сходят. С ума сходят. Хотя быть гуру, деньги иметь, чтобы пришли поклонились его стопа, мыли стопы, воду выпили. Или если женщины хотят гуру, пришли, поклонились, стали маникюр нанести на ноги, на руки, служанки начали служить и так далее. просто с ума сходят. Люди просто сходят с ума от своих чувственных наслаждений. Вот. И Шива Пропал дальше пишет после псевдогу лжеучителей, что человек может пристраститься нарушать азарчит или лягующие принципы. Были люди, которые были лидерами где-то, но не публично, а вот за кулисами играли азартные игры, или ели мясо и так далее. И другие грехи совершали. Подобные люди рассуждают так. Есть люди, которые начинают считать, что вайшнав принадлежит к определенной касте или общине. Например, это вайшнав индус, это европейец, это много мы можем видеть. Вайшнава в европейце отпускать храм нельзя. Вот в Индии особенно есть это распространение. Или люди думают вот это исконовские преданные, это матховские. Ну раз я в Исконе, значит Искон лучше, чем матх. И поэтому всегда вот эти кастовые моменты, что преданный вайшнав есть вайшнав. Не важно он в Исконе или не в Исконе в другом месте. Если он вайшнав имеет квалификацию, если искренне вайшнав, значит он вайшнав. Не важно он в этой организации или в другой организации. Но вот это кастовое мышление это тоже оскорбительное мышление. вайшнав считать по национальности тоже это русский вайшнав, это армянский вайшнав. А русский вайшнав, я же русский, нужно первое место ему отдавать, а армянских нужно избегать, потому что это не наше. Я не пойму его. И то же самое по другим национальностям. Вот это американский вайшнав, а это русский. Я просто был свидетелем, когда русский они как бы трусы немножко. Что-то скажешь, они просто убегут. Не говори, что здесь сложно и так далее. Вот это очень оскорбительно. Вайшнав не индус и не европейц пишет Шилапрапада. Вайшнав в европейцах пускать храм нельзя. Это тоже оскорбление, потому что Шилапрапада в Джаганат Пури не ездил. Он говорил, что моих учеников не пускают, поэтому я не поеду туда, потому что это неправильно. Иными словами некоторые оценивают Двайшнав по его происхождению, пишет Шилапрапада. Одного считать брахманом, другого шудра, третьего млечка и так далее. Кроме того, у человека может возникнуть соблазн использовать манту Гарри Кришна или Шимад Бхагав как источник заработка. Это тоже очень важно. Или соблазн незаконным способом поправить свое финансовое положение. То есть очень модно тоже за пожертвование давать семинары. Какой-то неофит, вот вчера мы с другом обсуждали, он мне сказал, какой-то неофит, там 3-4-5 лет пришел в движение, ну реально вот просто мы знаем, что человек еще новичок, толком ничего не понял, но уже все, уже там какие-то семинары дает, и плюс особенно важно, что эти семинары такие очень высокодуховные темы затрагивают, темы, которые даже гуру затрагивают. И очень важно написать самое важное слово «за свободное пожертвование». Вход за свободное пожертвование. Вход за свободное пожертвование. Что это значит, непонятно. Зачем духовное знание мы получили бесплатно? Зачем за пожертвованием начинать семинар давать которую ты получил вот это знание бесплатно без корыстно от ачаре от его учеников не надо платно ничего делать если невозможно ни платно не делать и не надо делать потому что не надо превращать это бизнес использовать хари кришна решим от багаватом как источник заработка или же соблазн незаконным способом поправить свое финансовое положение но человек может сказать ну это не бизнес а это просто зал снимается аренда нужно заплатить и так далее да если это на самом деле тогда на самом деле это незаметно превращается иногда для некоторых людей бизнес потому что они просто за этот счет живут они просто не хотят работать не хотят тяжелых дел ничего легко я дал семинар лекцию и и прожил а если я еще дам хорошо и буду распространять на всю страну себя что ну какие-то буду давать чтобы людям это привлекало и так далее там вообще там я могу уже очень много денег иметь и хорошо путешествовать и так и жить некоторые люди вот так и живут постоянно попрощаничивают дайте мне денег дайте нам денег просим дайте денег просим дайте денег а мы что делаем замена мы поем хари кришна и читаем мы даем вам хари кришна шим от багаватом а вы нам денег я помню один из таких Таких именитых лекторов, проповедников сказал, что я дал вам несколько сот лекций, а вы дали деньги, и я как бы купил дом. Так что мы в квите, то есть мы обменялись соответственно, то есть очень оскорбительно. Я дал вам лекции по Шиман Бхагаватам, несколько сот, а вы мне дали 5 миллионов, и я купил дом. Это очень оскорбительно. Вот это и конкретно означает то, что здесь Шила Прабхата пишет. Кроме того, у человека может возникнуть соблазн использовать мантру Харе Кришна или Шиман Бхагавана как источник заработка, или же соблазн незаконным способом поправить свое финансовое положение. Вот это вообще не имеет связи с чистым бхактином. Это оскорбительное повторение святого имени. То, что сейчас Шила Прабхата объясняет, приводя эти примеры, это значит оскорбительное повторение. Если человек так себя ведет, он повторяет оскорбительно святое имя, как он может быть гуру, как он может быть лидером, проповедником, как он может быть, никак. Но он себя ставит в это положение. И люди просто обманываются и хлопают в ладоши. Вот поэтому этот мир называется мир лицемерия, раздоров, кали-юга. Мир обмана на каждом шагу. Ряды духовных конфессий разного типа. Просто много людей приходят, чтобы обманом заниматься. Очень редкие искренние души, которые пришли полюбить Бога, и ничего материального не захотеть за это, а наоборот жертвовать все свое. И я еще вспомнил вот эту удивительную историю. Парень пришел, стал каким-то, в каком-то храме немножко лидером, и там три квартиры обманул, переписал на себя, люди стали жертвовать и ушел. До этого парень был в криминальных каких-то местах. И пришел, отнял квартиры, пожертвовали, и ушел. Но до этого он поиграл в Севдо-Вайшнава, то есть вот эту игру. Вот. Человек также может превратиться в Севдо-Вайшнава, пишет Шила Прабхата, и ради дешевой славы среди обывателей повторять святое имя в уединении. Такие тоже есть. Я повторил, как Харидас, так у 172 или 192 круга. Весь мир нужно, ну, как бы в сайтах везде писать, что я повторил столько. Я создал какой-то клуб, что повторяющих много. Но самое главное, чтобы моя слава была там, что это я все сделал. Вот. Дешевая слава тоже. Есть и такие, кто добивается почета, идя с непредными на компромисс в вопросах, касающихся философии или духовной жизни. То есть, почему идет человек с непредными на компромисс? Потому что чем-то зависит от них. Зависит или от того, что деньги они дают, или зависит от того, что они прославляют его и считают себя его последователями, или зависит от обоих, да, что они и деньги дают, и прославляют. Поэтому идет на компромисс. Зачем идти на компромисс? Только из-за денег и славы. Кто-то становится сторонником кастовой системы, в которой положение людей определяется их происхождением. Все это ловушки на духовном пути. разные проявления желания чувственных наслаждений. Думая лишь о том, как бы обмануть простодушных людей, такой человек может выдавать себя за очень духовного и заслужить репутацию садху, махатмы или праведника. Однако все это указывает только на то, что неудавшийся преданный пал жертвой сорняков порога, задушивших его сердце льяну преданности бхакти-лату. И это очень такой тонкий путь. Духовная жизнь – это очень тонкая жизнь. Как идти по лезвию бритвы, говорит Шила Браупада. Духовная жизнь – это как идти по лезвию бритвы. Это настолько тонкая вещь – лезвие бритвы. Мы идем по лезвию бритвы, и любой момент, если мы споткнулись, мы падаем, и бритва режет. И поэтому, если человек не избегает оскорблений, не изучает оскорблений, разные эти упашак и сорняки, чтобы очиститься по-настоящему, он будет всю жизнь тратить на бесполезную внешнюю практику бхакти, но оскорбительным повторением. И кому это нужно? Некоторые дают лекции и прославляют священное писание, но не следят ни за своими упашакхами, ни за упашакхами своих последователей. Последователи тоже. Ну, что будет с ними, то и будет. Иногда на вопрос, а как понять, что они вот так люди тонут в пороках Калии, такой проповедник может сказать, да, они неудачники. Неудачники, поэтому они тонут. Но на самом деле, они все неудачники в этом мире, но человек должен быть добрым и помогать, чтобы неудачник стал удачливым. И для того, чтобы человек помог другим, он должен самому себя помогать сначала. И это факт, что вот если я сам не очистился и не слежу за своими упашакхами, с огняками, которые душат мою Лиану Бхакти, не слежу, чтобы я не оскорбил Святое Имя, как я могу помочь другим? Я же не осознаю, что вот я сам оскорбитель. Как я могу помочь другим? Я не смогу. Поэтому все начинается с того, что человек должен сам следить, отличать Лиану Бхакти от других растений и орошать шаванным киртаном, водой шаванным киртаном, чтобы не сорняки росли, а Лиана Бхакти росла. Если человек сам следит за собой, он может помочь другим реально. Это очень важный момент. Поэтому просто лекции читать, чтобы для прославления, чтобы все считали меня старшим преданным, знающим что-то и так далее, это может и быть лицемерно, потому что я должен не просто для престижа что-то делать, я должен очистить свое сердце, чтобы я сумел быть благоприятным общением и кому-то помочь. Если я не очищаю свое сердце, а просто хочу уважения, тогда это все лицемерие, это все оскорбительное повторение. Поэтому, чтобы понять, оскорбительно повторяет человек или нет, не обязательно слушать его повторение мантры. Просто видя его поведение, можно увидеть эти упашахи, если у него есть эти сорняки, упашахи, и он не следит за ними, тогда его повторение оскорбительное, и поэтому нужно ему помочь, если мы в состоянии, а если мы не в состоянии помочь, тогда мы должны молиться за этого человека. дальше сто шестьдесят первый стих и вот это этот раздел заканчивается связанная с разными паша хамин космоши чайтанима право говорит брата мею паша караече дана разумный преданный заметив рядом с лианой бхакти саньяк должен немедленно выполоть его тогда лиана бхакти будет беспрепятственно расти день от дня пока не достигнет царства бога найдя прибежище под сенью лотосных снов кришны здесь еще слово есть самого начала прадхамеи но перевели немедленно на самом деле здесь слова самого начала самого начала нужно потому что немедленно немедленно это означает что ты заметил и сразу выпало но самого начала это означает что самого начала пути в том числе может означать или может означать вот как только ты заметил но он может и означать самого начала пути тоже от хамеи поэтому разные объяснения могут быть одному и тому же слову и здесь важно слова разумный я посмотрел в английском оригинале шилы правопаду пишет интеллиджент разумный преданный и иногда бывают слова которые не очень правильно переводят или не переводят вот это очень важно если человек разумный преданный он заметит рядом с лианой бхакти саньяк но предыдущих стихах шилы правопада объяснил что разумный преданный это чистый преданный комментариях господ шича это не могу говорит что нужно заметить и немедленно выпал от его тогда я на бахте будет беспрепятственно расти день ото дня пока не достигнет царства бога найдя приближение под сенью лотос на стол кришне комментарии шилы правопады если человек пал жертвы сорняков порока он лишает себя возможности продвигаться по пути ведущему обратно к богу вместо этого он останется материальном мире и посвятить себя деятельности не имеющий ничего общего с чистым преданным служением такой человек может даже достичь высших планетных систем но поскольку он остался в материальном мире и все равно будут преследовать материальные страдания трех видов то есть шила правопада четко разграничивает чистое бредное служение и все остальное не имеющий ничего общего с чистым бредным служением то есть даже если мы дойдем до райских планет или куда-то пойдем или богатыми станем знаменитыми здоровыми сильными и все что нужно почет почет будем иметь и все но все равно мы останемся материальном мире пока мы не достигли чистого бредного служения и все равно что пропаду пишет ему будут его будут преследовать материальные страдания трех видов то есть рождение смерть старость болезня не уйдут и вот три вида страдания от ума другие живых существ потом мои дело другие живых существ им от природных катаклизмов будем страдать до от едой века клеше от и балтика клеше от и от мука клеше от и отмикак леже это когда умы тело доставляют страдания от и балтика-клеше это когда когда другие живые существа нас будоражат, беспокоят. И Атидайвик и Клеши – это как-то да, вот эти все природные явления. Вирусы, катаклизмы, разные подтопления, землетрясения, холод, жара, смерчи и разные типы. Снег, буран, ветер или ужасная жара – все это Атидайвика, то есть от природных явлений. И никуда не уйти от этого невозможно. Поэтому определение, что этот мир является тюрьмой, совершенно дает Ачаря-дева-шилы-бхак-ти-винода-тхакула, Джайва-дарми на вопрос ученика. Есть ответ от Госслами, что является этот мир, как характеризовать этот мир. Там Бабаджи, Парамамса Бабаджи отвечает ученику или попрощающему, что этот мир является тюрьмой. Это мнение Шилы-бхак-ти-винода-тхакула. В тюрьме ты в камере с коврами или в камере без ковров, ты все равно в тюрьме, в тюремной камере. Ты заточен, ты заключенный. Поэтому в тюрьме никогда не бывает хорошо. Камера хорошая или плохая, ты в тюрьме. То есть душа хочет свободы, хочет любить и быть любимым, а в тюрьме это невозможно. Поэтому основная потребность души – это быть любимым и любить. Только тогда душа счастлива. Но в материальном мире, в материальном теле, в материальном грубом и тонком теле и вот в этом мире нету настоящей любви и нету возможности получить любовь и отдавать любовь. Нету. Поэтому душа страдает здесь очень сильно. Поэтому душа привязывается к разным этим саньякам, пашакам. Ну, ему кажется, что, или ей кажется, что это есть то, что можно любить. Иногда люди тело любят, свое или свой ум любят, разум любят. Хотят всем сказать, какой я разумный, какой я умный, какой я поэтичный или какой я сильный или красивый. Или какой я знаменитый. И для этого добиваются этого и всю жизнь посвящают этому. Но душа, она ищет настоящей подлинной любви, которая возможна только с Кришной, его окружением. Другого места, где есть эта любовь, не существует. Или мы в сфере чистого бхакти, или мы в сфере материального мира. Чистая бхакти не принадлежит к этому миру. И в сфере чистого бхакти Господь сам лично устраивает наше общение, наши встречи с теми, которые благоприятны для нашего общения. То есть с другими чистыми преданными. Вот это общение с чистыми преданными, дружба с чистыми преданными, служение чистым преданным. Эти все удивительные благословения мы получаем по милости Господа, если мы искренни. Если мы не искренни, мы не получим общение с чистыми преданными, мы будем просто всегда окружены лицемерами, негодяями, борами, оскорбителями и будем страдать. Потому что от них мы получим только тройственные страдания. Чистые и преданные, они всегда стараются проявлять любого сострадания и по-настоящему желают нам добра. Кто по-настоящему желает добра другому? Тот, кто понял, что такое это добро. Это добро есть чистое и преданное служение Кришне. Человек, пока он сам не занимается чистым преданным служением, он никогда не сможет понять, что дает это чистое преданное служение. И не сможет понять, что для души, для узника в материальном мире самое большое прибежище, самое важное прибежище – это зайти в сферу чистого преданного служения. Это возможно только по милости Кришны и его чистых преданных. В сферу чистого преданного служения невозможно войти без милости чистых преданных и самого Господа, Ши Кришны и Господа, Ши Чайтанима. Поэтому искренняя душа приближается к этой сфере по милости Господа и его чистых преданных и входит в свое время в эту сферу. А если человек неискренний, это означает, что он ищет эти упашакхи. Не то, что он ищет бхакти, а он именно искал эти упашакхи, сорняки. Он пришел ради сорняков, он пришел изучать бхакти, но его целью было сорняки – достичь сорняков, а не достичь Лиану Бхакти, Арашас Лиану Бхакти, достичь Гулоки Вриндавана. Он пришел как раз ради сорняков. Вот это очень-очень неудачливая душа. А тот, кто практикует не ради сорняков, пришел, а практикует ради Кришны, ради любви Кришны, ради достижения духовного совершенства, очищения, он более искренен. И он по милости сможет или сам заметить сорняки и выполоть, или он будет иметь помощь чистых преданных, которые помогут. Или оба вместе. И он заметит, и чистые преданные помогут, и он фактически разберется с этими сорняками. Поэтому, чтобы разобраться с сорняками, оскорблений и войти в чистую сферу чистого бхакти, нужно быть искренним. Искренняя душа всегда имеет поддержку от Господа и от чистых преданных. Имеет разум. Я даю разум тому, кто постоянно с любовью служит мне, как прийти ко мне. Вот этот разум бутфи дает Господь искренней душе. Искренняя душа всегда служит Господу с любовью. И поэтому, если что-то он не понимает, не видит сорняков и не замечает своих анарских проблем, Господь дает. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. И поэтому, когда кто-то несет воду божествам или просто копает землю для Бога, или тапочки берет преданных, ставит куда-то, или какие-то другие дела делает, но он не изучает шасты, он не знает вот эти упашакхи, он не читает книги или очень мало читает. Но если он искренне служит, служить Кришне можно девятью способами. Не обязательно, что мы должны служение понимать, что мы только читаем и изучаем Священное Писание. Искренне душой может быть сапожник какой-то внешне, может быть рикшавал, может быть водитель. Но если у него нет склонности изучать шасты, но он с любовью всегда хоть одно преднаслужение совершает, я наделяю разумом, говорит Господь Кришна, который помогает им прийти ко мне. Поэтому если цель любовь Кришне, служить Кришне, его преданному человеку, и он не знает шасты, но он искренен, Лиана Бхакти будет расти, Господь поможет, даст разум и скажет, смотри, вот эта проблема, вот эта проблема, эта проблема, нужно вот эти сорняки выполоть. Господь даст. Господь, когда дает разум, он так дает этот разум, чтобы человек реально увидел свои проблемы и решил. И помогает еще решать. Следующий стих Бхагавадгита 10, 11. «Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения, света, чем знания». Шила Прабхата в комментариях к этому стиху пишет. «Однако даже если преданный не изучает написанных ими произведений и не прибегает к помощи духовного учителя, но вместе с тем искренне занимается преданным служением, Кришна, находящийся в его сердце, сам помогает ему. Поэтому искренне преданный, действующий в сознании Кришны, не может оставаться в невежестве. Чтобы полностью избавиться от невежества, достаточно заниматься преданным служением, погрузившись в сознание Кришны». И Шила Прабхата говорит, «Среди тех, кто разработал философию Бхакти, много выдающихся философов. Однако даже если преданный не изучает написанных ими произведений и не прибегает к помощи духовного учителя, но вместе с тем искренне занимается преданным служением, Кришна, находящийся в его сердце, сам помогает ему. Поэтому искренне преданный, вот здесь два раза Шила Прабхата говорит слово «искренне». «Искренне» занимается преданным служением, и поэтому искренне преданный, действующий в сознании Кришны не может оставаться в невежестве. Господь, находящийся в его сердце, сам помогает ему. И здесь мы остановимся, дорогие преданные. Вся слава Шиле Прабхата, Шиле Кришнадавской, Раджи Господь, и всем тем, которым нравится Шичайтань и Чаритам, это настолько, чтобы они всегда слушали, читали, воспевали. Это возвышеннейшее произведение ради духовного совершенства. Али, Кришнадавская, Раджи Господь, и Кришнадавская, Раджи Господь, и Кришнадавская.